Финал 10-го национального чемпионата молодые профессионалы проходил в Саранске. Более 280 студентов профессиональных образовательных учреждений со всей страны демонстрировали свое мастерство в 25 компетенциях. По итогам участники от Рязанской области завоевали две медали. Золотую получил студент Рязанского строительного колледжа Антон Телельков по компетенции технологии информационного моделирования BIM. Бронзовую Павел Бодров из Рязанского технологического колледжа в номинации интернет-маркетинг. Еще четыре медальона за профессионализм вручены рязанцам по направлениям бухучет, ветеринария, поварское дело, медицинский и социальный уход. Поздравил призеров губернатор региона. Знаю и про золотую, и про бронзовую медаль. Знаю, что есть и другие серьезные номинации. Конечно, все это великолепно. В целом в командном зачете тоже очень достойно выглядим. Есть еще куда стремиться. Будем здесь, конечно, над этим работать. Но в целом очень-очень достойно. Конечно, такие чемпионаты стимулируют и учащихся, и преподавателей, и педагогов к тому, чтобы совершенствовать свои навыки, развиваться. А потом и специалистов получается такого высочайшего уровня. В общении со студентами и преподавателями приняли участие министр образования и молодежной политики Рязанской области Ольга Щетинкина и руководитель регионального координационного центра движения «Молодые профессионалы» Алексей Зенин. Встреча прошла в неформальной обстановке. Студенты делились с губернатором своими впечатлениями о состязаниях, творческими планами. Когда мы ехали на чемпионат, мы не ожидали, что займем первое место, но максимально хотели все-таки защитить честь региона и хотя бы попасть, ну, хотя бы в десятку попасть. Тут, конечно, усердие ребят большую роль сыграло. В принципе, нас очень хорошо поддержали. Мы сейчас единственное в Рязанском регионе актуализированный учебный центр российской БИМ-системы. Вот, поэтому мы даже можем обучать специалистов и давать им непосредственно дипломы. Студенты представили главе региона проект расширения мастерских на территории Рязанского строительного колледжа. Потребность в дополнительных площадях в настоящее время существует у многих колледжей и техникумов Рязанского региона. Есть нехватка мест в общежитиях. Требуется дополнительное оснащение мастерских оборудования. Все эти вопросы губернатор взял в проработку и отметил, что включит в свой рабочий график посещения колледжей с тем, чтобы оценить базу для подготовки специалистов лично. Павел Малков поддержал идею о создании единой площадки для проведения регионального этапа чемпионата и поручил Минобру проработать возможности использования для этих целей здания бывшего хлебзавода в Рязани, которое планируется реконструировать. Продолжение следует...